Всем привет! Вы на канале Mobile Style и это вторая часть видео про МТС. Действительно ли акция или она нереальная? Ну, наверное, судя по моей улыбке, уже понятно, что мне пришло смс-сообщение, что мой заказ обработан и готов к передаче в курьерскую службу, после чего мне перезвонила девушка-оператор с компанией МТС. Она говорит, у вас скоро день рождения? Я говорю, да. Она говорит, ну вот надо к вам к дню рождения как раз телефон отправить. Я говорю, спасибо большое. Переспросила фамилия, имя, отчество, переспросила адрес доставки, я указала и сделала изменение паспортных данных, так как ранее я была перепрописана по другому адресу, а этот адрес доставки уже идет адрес моей новой прописки. Вот, все уточнила, спросила, назвала сумму 325 белорусских рублей и 990 будет стоить услуги курьера, это 5 долларов. Телефон будет доставлен мне послезавтра, сегодня 10 число, сейчас 6 часов вечера, то есть реально с 9 утра до 6 часов вечера они обрабатывали заказы. Очень-очень долго, несмотря на то, что заказ мой в 9.19, спустя 19 минут после акции и обрабатывали этот заказ, 9 часов получается. Я очень рада и как раз получается доставка телефона будет в день моего рождения, 12 июля. Классно, приятно все-таки. Кажется мелочь такая, потому что все телефоны покупаю за полную стоимость, а здесь вроде 50% по акции. В общем, я рада. Доброе утро, у меня сегодня день рождения. В 7.45 позвонили с главного отделения на почте и спросили, буду ли я. У них оплачивать заказ за телефон 334 рубля, 10 рублей за доставку, 9.90 получается, и 325 рублей стоит мобильный телефон, либо же курьеру при доставке. Вот, я сказала курьеру, привезут с 10 утра до 3 дня, предварительно позвонив. Вот так. Такое вот у меня доброе утро сегодня. Очень рада, что все-таки телефон у меня будет. Буду ждать. А второй телефон мы заказывали с номера телефона бабушки, и МТС прислали смс к уважаемому покупателю по заказу телефона Huawei закончились. По условиям акции вы можете составить заказ на данную или другую модель по акционному предложению гаджеты 2019 и получить бонус. Приснали это смс-сообщение уже вечером. Вот, в 19.45 уже рассылали ответы, кому телефон не достался. Ну, молодцы, хотя бы уведомили об этом. Только что в 9.30 приходил курьер, принес вот такую вот посылочку, конвертик. Это почтальон приходил, получается. Заполнил бумаги. С обратной стороны адрес, фамилия, имя, отчество, поэтому убираю. Внутри лежит пакетик от компании МТС, а внутри находится коробочка. Сейчас сделаем первую распаковку, первые эмоции. Телефон я еще абсолютно не смотрела. Характеристики тоже его не смотрела, ничего не видела. Это будут просто первые впечатления от телефона и его вскрытия. Huawei P Smart Z. Коробочка уже была вскрыта, чтобы поставить печать в гарантийном талоне. Открываем. Дата производства июнь 2019. Цвет изумрудный зеленый, как я заказывала. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Так, гарантийный талон здесь, смотрите, поставили печать МТС, приклеили имейн, но при этом даты покупки здесь не указаны. Подписи, фи у покупателя тоже нет. Но, в принципе, ничего страшного. Так, внутри скрепка. Ох, здорово! Молодцы, пленочка на первое время. Класс! Отлично! Краткое руководство. Здесь же скрепочка обычная, стандартная, кругленькая. Обратно все это. Жалко, конечно, что чехла силиконового нет. Сейчас буду ходить с этим телефоном и без чехла как-то стременовато, чтобы его не поцарапать, не уронить. Наушники. Зарядка 5 вольт, 2 ампера. Кабель. Здесь ничего нет. Так. Телефон. Телефон такой крупненький. Размер экрана здесь 6,59. Батарея 4000 мАч. И выдвижная фронтальная камера. Ну что, давайте отклеим пленочку и включим телефон. Телефон такой достаточно тяжелый. Цвет очень красивый. В Mate 20 Pro от компании Huawei, который флагман, он как-то потемнее выглядит. Этот будто такой более нарядный. Давайте снимем пленочку и включим телефон. Маленький такой разъем разговорного динамика. И здесь такой огромный-огромный дисплей. Кнопочка включения удобно расположена ровно под палец. Хорошо, что не сделали ее выше. Пока пропускаем. Далее пропустить. Вот телефон включился. Максимальная яркость. Экран такой достаточно сочный. Неплохие углы обзора. Мне очень интересно посмотреть, как же будет открываться фронтальная камера. Вот как выглядит. Здорово. Камеру включаешь и автоматически выдвигается фронтальная камера. Класс. У меня еще такого телефона не было. Кстати, на фронталке есть искусственный интеллект. Это очень редко бывает. Чаще всего искусственный интеллект только на основной камере. Сейчас я попробую сфоткаться, но кадры этот вставлять не буду, потому что я совсем недавно только проснулась. Пока сложно сказать про качество фотографии, так как я давно не пользовалась бюджетными и средними по цене телефонами. Я камеру протестирую и тогда уже точно скажу, что я думаю об этой фронтальной камере и об основной камере. Давайте еще раз посмотрим. Открываю приложение камера. Автоматически видите выдвигается камера. Открываем фотографию посмотреть. Вот она. И спустя какое-то время камера заезжает обратно. Выезжает. Заезжает. Такой принцип работы совершенно новый, поэтому сказать что-то сложно. Наверное, давайте это видео уже будем заканчивать. Оно и так, наверное, минут на 9 уже будет. Сейчас я похожу с этим телефоном неделю. И следующее видео будет подробный обзор, опыт использования. Спустя неделю где-то будет выходить уже ролик с примерами фотографии и всем остальным. Сзади у нас такие приятные закругления по краям. И цвет мне очень-очень понравился. Телефон вот такой вот красивый. Кстати, тут немножечко цвет отличается. Видите, полосочка идет. Цвет немножко темнее. Я не знаю, как передает камера. А чуть-чуть выше. Чуть-чуть вроде бы светлее. Вот так. Красиво. Очень рада, что все-таки мне повезло выхватить такой телефон за полцены. За 325 белорусских рублей. Я смотрела вчера цену в интернет-магазине. И в интернет-магазине сейчас он стоит больше 300 долларов. 600 с чем-то белорусских рублей. Так что класс. Буду тестировать, буду ходить. И уже попозже расскажу вам свои впечатления об этом телефоне. У меня не было телефона с выдвижной камерой. Интересно, интересно это все. Не знаю, ломаются такие камеры, не ломаются. Большое спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. И обязательно подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка на него будет в описании. Либо в поиске вводите мобайл. Нижнее подчеркивание style. Нижнее подчеркивание ms. И обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока!